В советское время произведения Довлатова подвергались цензуре. За 12 лет жизни в Америке Сергей Донатович напечатал 12 книг. Но в Советском Союзе стал разрешенным только после смерти. В сентябре писателю исполнилось бы 80 лет. В честь юбилейной даты 11-классники школ города прочитали повесть «Ремесло», которая рассказывает о начале журналистского пути писателя. То произведение, которое мы сегодня с вами будем читать, оно не для средних умов, не для малышни, и оно пронизано и любовью к жизни, и сожалением, и где-то даже ненавистью. В проекте «Читаем слух» приняли участие 38 11-классников. Кто-то из ребят пришел сюда впервые, а кто-то уже не раз выступает перед публикой. Первый раз я участвовала в 8-м классе, сейчас я в 11-м, я участвую второй раз. Я считаю, что это замечательный проект для учеников и детей. Мне он очень нравится. Благодаря проекту Анастасия Романова впервые познакомилась с творчеством Довлатова. Девушка признается, что для нее произведения писателя стали открытием, и она хочет познакомиться и с другими работами автора. Мне бы очень хотелось познакомиться с Довлатовым побольше, и побольше прочитать его произведений, собственно, узнать, возможно, что-то о его биографии. Следующая встреча проекта «Читаем слух» планируется 12 октября. Ученики 10-х классов узнают, чем закончилась история Штирлица в мае 1945 года. Они будут читать роман Юлиана Семенова «Приказано выжить». Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24.